Утром 24 июня, когда колонны Вагнера уверенно продвигались в сторону Москвы, Столыпинский вагон катил меня в противоположном направлении. Правильно мы из Москвы уезжаем, нечего там делать, с ехидной улыбкой говорил нам командир через решетку нашего купе. Там сейчас знаете что? Военный переворот. А ты знаешь сколько сейчас за фейки дают? Я вот правду говорил и то 8 лет получил. Хотите верьте, хотите нет. Пригожин Ростов взял, требует отдать ему Шойгу и Герасимова и грозится на Москву идти. Купе погрязло в горячем споре, шутят над нами наш проводник камуфляжа или говорит правду. С одной стороны все мы выехали из Москвы меньше суток назад и ничего не предвещало, а с другой ну не мог же он это все сам придумать. Как легко вас жуликов привести, реально что ли поверили? С нервным смешком бросил конвоир и ушел. А мы остались еще более озадаченные. По прибытии в Нижний мы попытались закинуть удочку местной охране. А что там про Пригожина слышно не в курсе? Что-что, убьют его скоро, вот что. Из этого лаконичного ответа мы поняли, что что-то из услышанного в поезде правда. Подробности того дня стали известны мне лишь две недели спустя, а ровно через два месяца сбылось предсказание Нижегородского конвоира.